Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... То есть все-таки порядочное множество? Одно следует за другим? Нет, следований здесь нет. Только много. Так а много, но оно порядочное или нет? То есть... Продолжение следует... Нет, не следует... Не следует... Не следует... То есть все-таки не порядочное множество? Не порядочное множество. Но не безотносительное, как я говорил раньше. Раньше просто говорили, безотносительное. Ну а вот безотносительного другого вот. Теперь у меня почему-то всплыло в гряду слово множество. Вот-вот-вот, как множество. Но надо иметь в виду, что это множество не одновременных элементов, а последовательных элементов. Вот года курсы. Если вы понимаете, что это одно множество. Мы всякий раз видим один элемент, мы понимаем, что он является точно процесс элементов множества. Мы не обозреваем все множества сразу. Безумения обозреваем множество сразу. Понимаем, что это элемент. Не просто геничный элемент, а за ним как бы лежит, стоит все множество сразу. Может, мы так еще осозрем misfortune? мы можем сразу сказать, потому что движение формы, вот рефлективное движение формы, произвольно. Хотим делать, хотим ли. На каждой форме можно остаться. Можно было остаться на форме, которая форма осознает себя формой, причиной, и в этой форме становится метрогонизм. То есть мы все-таки все равно фонодируем бесконечное движение. Сознаем, что приемная рефляция, вот некероричный элемент есть, мы понимаем, что этот элемент является элементом множества, это первое. И второе, мы понимаем, что это множество бесконечно. Без бесконечной цивилизации. Безопроизводной рефлексии. Без конечной рефлексии слово непонятное. Ну, безопроизводной стивилизации. Хочу рефлексировать. То есть эта форма остается? А бесконечность является как то, что я могу рефлектировать, сколько хочу. То есть бесконечно. Вот это и есть на некие актуальные бесконечные данные. Да. Мы тут и про одно можем сказать, что это бесконечно. Ну, вот такое задавание имеет. Какое задавание имеет? Когда у нас есть одно, но он создаётся как член множества, при этом всё множество подозревается, подразумевается, но не дано нам созерцать. Множество подразумевается, не дано нам в эксперименте, в наличии. Хорошо. А создаём ли мы в этом, значит, ситуации следующее? Мы такой элемент, как элемент пустого множества, он у нас существует? Мы можем его как-то понять? Ну, как норм, как пустота, как ничто? У нас есть? Ещё раз вопрос. Есть ли у нас такой элемент его множества, ничто или пустота? И в самом деле, когда мы говорим о множестве, мы всегда постулируем, что его подножеством является пустое множество. Пустое множество – это такое подножество, которое является элементом его множества. Не получается ли так, что, во-первых, нам не дано абсолютно множество, как наличное? Во-вторых, из-за произвольности версии мы понимаем, что это будущее множество, оно бесконечно. Второе. И третье – не понимаем ли мы, что вместе с тем у нас в качестве наличного дано ещё некий такой своеобразный элемент, который можно назвать «пустым множеством» или «множеством без изменений» или «пустое множество»? Вот это я немножко думал в эту сторону, потому что мы тогда с Черняковым читали «Бадью», а «Бадью» пытаются строить антологию, исходя из теории множества церкового церкви, и начинается именно с пустого множества. Мы довольно долго крутились вокруг этого понятия. То есть этого понятия. И у меня, честно говоря, возникло подозрение, что пустое множество из теории множества, оно скорее соответствует единому из построения Олега Михайловича, когда просто полагается одному. Да нет. У меня такого не было ощущения. Потому что всё-таки у нас одно – это не имеет никакие элементы. Потому что постоянно я пытался говорить о том, что «а за спиной у нас не бывает, где красное, синее, похуже». Да, оно безотносительное. А пустое множество – оно сразу относительное. Я ещё хочу очень важное замечание сделать. Но… Ещё на чём сейчас я говорю. Я не говорю о Сармелла Фрэнкелях. Что повозит им. Я говорю о дневнике. Ага. Это, кстати, если Багин начал с Сармелла Фрэнкеля, то можно в дневнике записать большой минус. Взять его и поставить минус. Можно даже, так сказать, вызвать его на дуэли и хриснуть по моде за это. Это просто так. Это так, подозрения. Мне кажется, что разговор про ноль – это не философский разговор. Да оно непонятно. Разговор – это как раз философский. Разговор о ничтое – это философский разговор? Философский. А что такое «пустое множество» «Как meio «ничто» с ничто? Пустое множество и не является. Слушай… А вот это вот полагаемое… Не смотри, я разговор о множестве начал меня о множественности и множестве. То есть я всегда подозреваю, когда я наблюдаю за Евгением Михайловичем, но тем не менее разговор начал бы в этом году не я. Ну да, ты не виноват, это правда. Нет, я бы еще подумал, а может быть с пустому множеству в таком случае соответствует простой воду? Так, может. Потому что оно ведь в сущности, что это? С данной стороны нет, а с другой стороны да, поскольку мы звánt魚... ... э звук был сооружащен со временем... Вы бы выше так оценили, а что такое множество здесь? Что значит пустое множество? Будет понятно, что такое пустое множество, если непонятно что такое множество. В данном случае элементы множества, здесь множества нет, есть элементы множества. Самого множества еще нет. Здесь как раз множество то есть, что ты делаешь, оно пред quella методером. Нет, в чём отличие элементов от множества? Ещё раз говорю, элементы даны итерационно, да? А множество, как охватывающие эти элементы, ещё не даны. Вот уже и даны. Вот уже и даны. Нет. Вот они, Олег Михайлович, именно даны. Я не знаю, скажи, что у вас есть множество и даны. Если я говорю всё время, что форма является не вот, а форма является вот, 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 то этим предполагается, что множество даны. Но оно не дано, чтобы оно было в нормальном смысле слова. Это значит, что нужно, чтобы все элементы наличествовали. А в случае с вот, 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 это невозможно. А, значит, что-то не бывает такого множества, как, как, множество последователей, элементов не бывает. Почему бывает? Множество бывает какого угодно. Такое бывает. Ну, просто здесь говорится об элементах множества, но не говорится ещё о множестве. Говорится о множестве. Потому что множество – это некое, как бы, ещё нечто целое, да, которое уже взято, как бы, в которых элементы и… Вот здесь и берётся, здесь у тебя понимается элемент не просто как один элемент, а как элемент некого целого, который больше, чем этот самый элемент. То есть как элемент множества. Ну, а множество здесь множество целое. Ну, почему оно не целое? Целое оно. Вот, 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 это целое? Целое, а чё у него не целое? Чётное множество обычное. Что-то счётное множество не целое, а целое. Не-не, счётное множество оно будет через шаг. Ну, а сейчас мы подразумеваем на счётное множество. Вот мне понравилось, ты, кажется, сказал такую формулировку, что в этом полагании «вот-вот-вот» каждый «вот» просто является элементом множественности, и качество такового сознаётся. То есть это не просто изолидованные будут, да, а будут находящиеся в каком-то неопределённом отношении. Да, ну, да. Со всем остальным. Ну, вот в неопределённом этом, и мне так кажется, даже есть и ситуация, и исследование определённого. Только Михаилович говорит, что оно в неопределённом находится. Хотя оно, безусловно, порядочное каким-то образом, но это упорядочное тоже не дано. Ну, да, да. То есть понятен, понятен, да, фокус? То есть множество, с одной стороны, упорядоченность, и множество, и порядочность дана норма у него в одному. Ну, да, но эти трудности снимаются следующими шагами. Поэтому их можно игнорировать из разговора. Но если выстраивать, вот продолжить выстраивать параллели с теорией множеств, то не знаю, но вот у меня единственное разумное, что «вот» просто соответствует пустому множеству. Так, да, получается. Да, так в этом есть и да, и нет. С одной стороны, она как бы всё-таки не соответствует. А с другой стороны, согласно максимуму пиано, мы уже если мы соберём с утра, то чисто... Подожди, а почему «не соответствует» ты мне, ты скажи? Ну, потому что она не «ничто», «что-то». Это «вот» всё-таки какое-то кредо у нас за спиной своими умеет. Ну, да. Как пустое множество. Значит, это не «ничто». Ну, не «ничто». Ведь и пустое множество – это не «ничто». Нет, пустое множество, оно, грубо говоря, в теории Кантера, оно «ничто». Все пустое множество. Ну, Игорь, из-за того, что ты будешь говорить слово «ничто», ты же его используешь, да, как некий объект, и с ним что-то оберегуешь, значит, уже не «ничто». Если ты понимаешь, что это такое, значит, оно уже не «ничто». Нет, тут вопрос, конечно, к теории Кантера. Как он понимал пустое множество. Как множество, в котором нет ни одного элемента. Ну, правильно. Значит, это является просто неким вместилищем, если хочешь такое выражение. Или, как на смысле, это нечто, просто определенное и нечто определенное. Да, это просто равенство себе, фактически ведь. Пустое равенство себе, больше ничего. А никакого содержания нет. Но в этом отношении, я думаю, что оно со свод совпадает. Ну, это хорошо, потому что это позволяет от этого дела, как соматики пьяны передать. То есть, надежда на это и состоит, чтобы извод построить натуральные числа. А послухая, если у тебя, а он же строится в максиматике пьяны, испустить множество. Вот если я в год у тебя испустили множество, то ты автоматически строишь натуральные числа, согласно пьяну. Каноническая математика получается. Это мне уже несколько лет нравится просто. Ну, отлично. В кои-то веки в философии выступит матерь или математика? Я только все-таки не понял, почему вот это пустое множество. Вот это хипотеза. Как чистая определенность... Ну, вопрос, почему это... Как чистая определенность, лишенная всякого содержания. Чистая определенность, лишенная всякого содержания. Есть понятие «хочется»? Нет, не понятие «хочется». Нет, пустое множество – это то, что лишено своего содержания, но тем не менее в качестве самоотождественного есть. Это такая фикция, которая присутствует в теле множества. И именно на этом основании, что это лишенное содержание, оно все-таки равное себе, я и говорю, что оно... Ну, чем оно отличается от «вот», которое полагается в данном случае? «вот-вот-вот-вот». Оно ничем не отличается. То есть, если «вот» или «вот-вот-вот-вот»? Нет, это «вот». Это пустое множество. «вот», да. Пустое множество, но и «вот». А «вот-вот» – это, скажем, элемент состоит из пустое множества. И само себя. Вот это вот двоечка. Твоечка – это пустое множество, сам и еще объединение пустое множество и само себя. Это вот. Такой рекламный ряд строится, называется «эксиметика пиана». Да. То есть, понимаете, в чем фокус, да? Почему двойка отличная, а ты же ничего. Нет. Нет, двойка отличная. То есть, как бы, второй ряд строится не как одно пустое множество, но как коробка, в котором лежит пустое множество. Третий ряд строится как пустое множество, коробка, в котором лежит пустое множество, и еще одна коробка, в которой он все это лежит, это тройка, и так далее. Представляете? Вот так странным образом задаются натуральные числа, ну, где угодно, с Армела Френкина или Фраканта. Значит, у коробки два и третье пустое множество? Тоже пустое множество. И объединение еще пустое множество. То есть, ты, первое, три тройка – это пустое множество, ты, потом коробка, в котором лежит пустое множество, то есть значок множества, и объединяется еще раз пустое множество. Вот это только. Странно? Можно достойно писать. Что такое? Не-не, Александр, это повреждение натурального ряда очень похоже на то, как вы это строите. Да. Записывается довольно парадоксально. Сейчас я вижу. Вот у нас есть элемент пустое множество. Вот у нас есть пустое множество. Опа. Теперь мы пишем вот такое множество, содержащее пустое множество и оно, соответственно, множество. Здесь было просто и само себя. Теперь мы начинаем это один, да? Это один. Это как в один, это как в два, это как в три. Это все равно как не тренировок, потому что он птикает всегда, а не один спокойно. А сюда берем нойку и сюда объединяем перисовывающую пустое множество. Вот. Вот это троечка. То есть, представляете, двоечка, оно объединяется опять с пустое множество, то есть единичкой, и для него возрастают три троечка двоих. Теперь что такое четверочка? Четверочка это вот эта самая троечка, да? Объединенная опять пустое множество. То есть, мы всякий раз двигаемся по ряду, мы делаем объединение как бы. То, что у нас было до этого, плюс пустое множество. Что очень интересно. Это очень интересно, что каким-то образом я, это никто, наверное, не понимает, и я. Вот это, казалось бы, оно не равно пустое множество. Ну да. Что странно, да? Безумно странно. То есть, как бы мы уже привыкли себя в Мехико делать? Мы говорим, что с пустое глинички прибавили ног, то получаем ряду глиничку. А здесь вот то, что это показывает, что карации объединения, то есть, это множество набераций теории Кантера, они таким образом у нас не то же самое, что и сложения. Ну, нормально, да. Весь смысл состоит в том, что ты сейчас написал последний. Надо, чтобы единицы, двойки и так далее, все числа отличались принципиально. Не были не просто как бы из друг друга получаются. Ну нет, то еще очень важно, что они делаются из пустого множества. Нет, это совершенно не важно. Волшебно. Нет, ну ты из ничьи так не сделаешь. Что в самом деле получается? Я понимаю, при появлении второго вод действительно возникает определенность множества. Да, да, да. Вод, просто вод, как вы говорите, шиш, ноль. Но второе вод одновременно дает нам определенность множества. Да, да. Дальше просто. Вот после первого перехода от пустого множества к множеству состоящего из пустого множества, вот тут только самая трудность. А потом это просто объединение, уже все понятно. Еще из странных вещей, которые вам пригодятся, надо тоже знать. Вот так называемые аксиоматики Цемилло-Фрянкеля доказывается, что их множество Цемилло-Фрянкеля значено только один миллиард натуральных чисел. А в аксиоматике Цемилло-Фрянкеля, как называют Цемилло-Фрянкеля, которые обычно автоматически используют, у нас может быть несколько рядов неизамотных множеств, то есть натуральных чисел, которые не сводятся к другому. Вот у нас, в нашем мире, все натуральные числа они сводятся к одному другому. То есть, например, два, четыре, шесть, восемь, мы сводим в ряд натуральных чисел. Они все замоклены. А бывает вот такую логику можно построить, где немножко там аксиоматику подкручиваешь и понимаешь, что они, что там будут принципиально разные типы натуральных чисел. Как это делается, я их знаю, а это всякостью множество. Благотожие, которое бы интересно, если бы кто-то понял, мне бы это сказал. Не, наоборот, вот это ты поймешь, она нам расскажешь. Ну, я чувствую, что цеха всегда забудет так. Это, конечно, не у Фентрии, в общем. Да, это удобно. И как это так? Аксиоматику нам ничего не меняет. Ну, вот, в Термио Фентрии мы знаем, что она осталась на этой теории. Некоторые думают, что она будет увеличена. Кутам надо не равно поставить, а ты поставил равно. Да, не равно, конечно. Это я в основах сказал. По словах сказал. Вот. Ну, вот это, вот так и так, согласно Пиано, везде строится ряд, например, чисел, вот первые множества. Это из пустых множеств. Бабах. Из операции множественностей и пустых множеств. Бабах, из них строится все правильно. Смысл-то построения в чем состоит? Если бы они все были бы выстроены из единиц, тогда фактически была бы только одна единица. Потому что все остальное получалось бы некой операцией и прибавлением единиц. Весь ряд был построен итерацией. Есть единица, а потом понять и прибавить единицу. А здесь как раз выстроено так, на самом деле, что каждый следующий член множества, он принципиально иной. Иной природы, можно сказать, да. Он не сводится к предыдущему. Потому что благодаря вот тому соотношению, которое Игорь написал, что объединение множества, содержащих пустой множество и пустого множества, не дает пустой множество. То есть каждый раз, новое число, это принципиально что-то новое. Не сводящееся к предыдущему. И все это спрятано в этом, в понятии пустого множества и понятия этого нового множественности? Нет. Все это спрятано в силу того, что понятие множества есть некая, как бы более высокий ранг, чем член множества. Вот каждый раз повышается некий ранг. Вот смотрите, у нас пустое множество, потом рангом выше множество, которое содержит пустое множество, потом ранг выше. Каждый раз увеличивается ранг множественности. Например, число 3, это уже какой ранг? Это третий ранг. 4, это четвертый ранг множества. Множество над множеством. И так далее. Каждый раз увеличивается ранг множества. В этом смысле. А так бы можно было просто поставить единицы, как бы 0 там единицы два числа задал а потом любое другое число получается прибавлением единиц как олег михайлович собственно получается это подозреваю что всегда есть это очень важно что каждый раз повышается некий раз то есть как бы то что мы называем форма каждый раз форма форма да вот если пустое множество это формату 2 это форма формы там 3 это форма 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 4 это нет я говорю каждый раз рад повышается как мета уровень повышается дело в том что есть такой парадокс теории множества связан как раз тем что многом это член множества и множества находится мета уровень продукт росла а можно показать на совершит что как бы его такой парадокс возникает силу того что у нас множество может быть элементом другого множества что вот есть такое этот мета отношения элементом другого это не проблема когда элементом себя сейчас все и себя ты правильно что с ним нет они другого себя да все правильно себя элементом себя значит ввод это пустое есть есть что второе еще раз вот еще раз вот это пустое с добавлением множества а третье вот это либо повторение второе вот это второй вот это либо не является понятие множества это не повторяется второй год Нет, она тоже некая. Одновое множество, состоящее из второго, плюс пустое множество. Не плюс, а объединение с пустоем множеством. Она же снова вслуха — снова множество. То есть теперь множество, у этого есть два элемента. Два элемента — это второе плюс опять пустое множество. А у третьего — это значит, что у него тоже два элемента. У него элементы из троечки настоящих, из того, и плюс опять пустой множество. Нет, чего-то я не понимаю все-таки. С первого и вторым очень понятно, в самом деле. Второй – вот, появляется множество. Одно – пустота, второе – пустое множество. Третье – уже непонятно, что понятие множества уже есть. А третьего, наверное, не может. Здесь появляется третье. Какое третье? Нужно просто вот-вот-вот-вот. То есть только множество. Да, потому что вот эта теория множества, она, скорее, соответствует через шаг вашему построению. Просто сейчас, понимаете… Вы сейчас говорите, что только множество. Вы об этом скобочках говорите только. Раньше у нас было меньше, а теперь стало меньше скобочками. То есть мы вам передали структуру множественности. Стало понятно, что оно элемент – вот это множество. И здесь еще речь не идет о том пустое множество, что важно. Речь не идет о том, что вот это пустое множество. Вот у вас же одна болота, одна болота. Обладает каким-то содержанием. Вот же обладает содержанием. Потому что там форму оформляет. Значит, она каким-то образом оформляет. У кого-то есть содержанием. А предмет может быть, что это потому что он конечен. Вот же ничего. Ну, конечен. А форма, можно сказать, только что она полагает и себя, и предмет, чтобы положить снова. Это все, что может сказать человек о форме. Вот это ничего. Но вы можете в этом момент отравиться. Поэтому об этом движении вот-вот можно говорить только, что есть последовательность. Множество есть. И последовательность есть. И все. В общем, вроде сказать нечего. Ну, да, да. То есть вы могли, что мы сейчас опять пишем? Не во времени, не в числе. Вы же говорите не о множественности. Вы просто говорите, у нас вот было вектор А. Мы об этом А предначально говорили как о векторе одном. Одном. Теперь мы понимаем, что это А. Четко. Иди, иди, я посмотрю. А теперь мы говорим, что это самая наша А любимая. Оно у нас включено в некую структуру множества. Вот все, что мы говорили. При том, что это множество не дано как наличное. Просто. Мы же о нем ничего другого не говорили пока что. Что у нас вот дальше была А, была А пока. Ну, а теперь мы говорим, что А есть ли, где множество. Все. Так. Офигел же мне. Так или не так. А было непрерывно. А теперь А стало с точечками. А перед сёточками. То есть это это знак множества. Чтобы быть их множеством, нужно иметь конечный вид. А одно не имеет конечного вида. А, значит не оно не имеет. Теперь А значит стало иметь конечный вид и стало иметь множество. Да. Ну вот тогда, хорошо. А одно тогда не имеет конечного вида. Поэтому по то самое А нельзя было сказать, что оно каким-то образом имеет отношение к множеству. Ну правильно. Вот эта штука. То есть она вот стоит в этом штуке. И мы еще полагаем, что вот это множество ввиду бесконечности рефлексии, а? Не бесконечности. Ввиду его произвольности рефлексии. Да. Раз она произвольна, что она может сколько угодно стоить, то это множество и еще является бесконечным множеством. Но это лишний вопрос. Можно и множество есть такое бесконечное? Мы говорим, что А является элементом и ввиду произвольности рефлексии оно является бесконечным. Да. Можно сказать только три вещи. Множество пошли в этом очереди бесконечности. Вот, вот. Можно рефлексоваться. И это некоторое... Чего хочется действительно, было, так это разложить вот это вот, просто строение 1, 2, 3 на более мелкий ряд шагов. Я думаю, что она вообще нормальная. Но, может быть, она вообще... Но, может быть, она вообще не... Есть... Может быть, полипотропная... Полипотропная логика. Вместо множества, может быть, можно сказать другое. Другое, другое, другое. У вас тут нельзя. Я еще раз хотел бы спросить. Множество последовательностей... Это... Как-то случалось. Бывает вообще. Ну, а почему это? Это, может, на какие годы бывает. Такие бывают. Ну, как... Множество последовательностей, а как... Да нет, просто элемент множества задан через последовательность. Ну... И чего в этом стану? Это обычная ситуация. Но там множество еще бывает более этих. Ну, да. 1, 2, 3, действительно. 1, 2, 3, 4, 5. Мы говорим, я. Это элементы просто. Они заданы через последовательность. Да. А мы можем сказать, вот у нас некий элемент. Но он некий элемент множественности. По нему непонятно, как он будет. У вас множество может быть в нем порядочное. А может быть, не больше, не меньше. Ну, давайте посмотрим на эту штуку. Здесь трудность состоит в том, как дана бесконечность. Мы можем задать элемент множества. Скажем, там, плюс 1. Следующий элемент будет плюс 1. От первого. Это понять можно. А как бесконечность дана? То есть она сразу охватывается, вся бесконечность прямо? Всех элементов? Ну, а как дана бесконечность одного? Становится. Становится как одно. И то уже понятно, что здесь нет никаких ограничений. Только в этом смысле. Становление как нечто бесконечное. Не, но это есть же дурная бесконечность, как Генгель вы понимал. Бесконечность количественная, которая просто непонятно, как дана там. Ну, то есть понятно? Может быть, здесь лучше говорить не о количестве, а просто некоторые вот неопределенности количества. Количество неопределенности, она, да, и есть. Потому что сколько этих ботов, и вообще имеет ли смысл вопрос, сколько, этого нет. Единственное, что понятно, что много, оно уже ствол. Множестве даже может быть лучше сказать. А может быть достаточно слово «установление». Потому что ситуация вот-вот-вот, предмет продолжает становиться, он иначе не ведется никогда. Но действительно становится через воспроизведение. Ну, формой становления является воспроизведением. И тогда это... Формой одного, что является как появление, формой становления одного, возникновения, возникновения, а формой становления в ситуации конечного предмета воспроизведения. И каждый раз надо давать тебе счет, каким образом становится предмет. Предмет ничего не умеет делать, но восстановится. А мне вот еще интересно, а как другие элементы удерживаются? Допустим, воспроизводимая вод удерживается тем самым, что она воспроизводится, а предыдущие-то как удержали? А пока никак. А множество же говорится, а не к множеству. Какое может быть множество, если всегда есть одно вод, которое воспроизводится? Нет, здесь как бы мыслится элемент на фоне неопределенной множественности. Да и множественности нет, есть просто один элемент и он воспроизводится. Нет, все-таки он мыслится как элемент. Мыслится как множество. Так вот, мыслится ли он? Я и хочу задать вопрос. Как-то слишком быстро как-то перешагнули. Нет, а что иначе означало, что он мыслится относительно? Если до того, чтобы у нас было мышление предмета как безотносительного, то теперь оно мыслится как относительно. Это и означает, что он относится к некоторой неопределенности, к некоторому своему становлению. И это, кстати, очень великолепно. Как говорится, становление, тем самым покидаем пределы понятия множества. Есть некое становление вод, которое постоянно становится, и все. Оно бесконечно становится в том смысле, что некий круговый оборот, бесконечный захват, и вот и все. Вот находится некий бесконечный захват воспроизведений. А перехода-то никакого нет к другому. Нет, почему? Это то, что вы формулируете в виде вопроса, воспроизводится то же самое вод или другое, чтобы перейти к следующему шагу. Потому что просто воспроизведение вод, оно не ясно, воспроизводится то же самое вод или, так сказать... Ну понятие множества уже я. Да. Фиксируем некую ситуацию. Вот ситуация вот-вот-вот, форма является именно вот этой вот-вот-вот-вот. Да. Так можно и бесконечности его. Но вы очень интересно множество задаете. Вы множество задаете не то, что оно про него порядочное, я не могу сказать, а можно сказать, что оно устроено таким образом, что вы никогда не можете принципиально выбрать другой элемент этого множества. Что важно. Другой что? Другой элемент этого множества. Мы расстанавливаем столько, конечно. Да. То есть всегда есть какой-то элемент в наличии, но что очень интересно, мы можем это сделать, в ситуации, значит, не может быть такой элемент этого множества. А это вот так, это означает, что эта штука не цемилофренкая. Да дело даже не в этом. Почему может быть? Почему вы решили, что нет? Нет всего выбора. Почему вы решили, что эта ситуация дискретная? Ситуация непрерывная. Вращаем, и происходит вращение, и все, нет разделений между разными. Одно и то же вот, оно просто находится в этом. Недискретно, в непрерывном процессе. А сколько угодно. Правильно. И нет никакого множества. Есть просто линии, все линии. Одна линия. То, что ты говоришь, это некоторая внутренняя противоречивость, которая обнаруживается в этом достоверном состоянии, но эту внутреннюю противоречивость мы можем преодолеть в следующем шаге. Все. Это обычный наш переход от одного состояния к другому. Обычно противоречий нет, и можно воткать до бесконечности. Без всякого ощущения. Ну да, да. Но если ты задаешься вопросом, обнаруживаешь противоречия, то ты переходишь. Что, собственно, и делает Бог. А в чем противоречия? Да я вообще не понимаю, как вот удерживаются другие элементы? Каким образом они существуют? А вот так они удерживаются и не удерживаются? Каким? Есть, есть, есть. Они не удерживаются никак. Ну сколько можно было? Ну правильно. Но для того, чтобы было множество, надо, чтобы они удерживались. Ну вот не обязательно. У вас какая-то внешняя позиция? Не обязательно. Не обязательно. У тебя может быть даже так, что ты, у тебя есть совокупность множества, и с каждым не сможешь нудить даже по одному элементу. Вот так вот здесь, и здесь так же. Ну казалось, простая задача. Ну можно все что угодно свести. 500 множеств, ты с них должен быть. Я понимаю. Можно взять математику и пытаться потом искать изоморфизм нашего рассуждения с математикой. Ну я же не об этом говорю. Я говорю, вот как наше рассуждение, вот оно и есть, да? Математика, она сама по себе, да? Это все равно, как там рассуждают людей. Как это рассуждение кладется на эту основу? Никак получается. Нет тут изоморфизма никакого. Нет. У тебя накладывается, что то множество, которое мы получили, это множество без возможностей выборов. То есть без аксимы выборов. То есть, принципиально, не цемило, фактическая ситуация. Что хорошо. И даже помнили, первый раз в истории человечества, поняли, как это возможно будет сделать. Кстати, важнейший результат, который мне... Олег Михайлович может тихо при себя гордиться, а я буду понимать, как это сделано. То есть я буду понимать, Олег Михайлович гордится, да? Ну правильно. Поэтия какая-то. Олег Михайлович высказал, но не понял. Да. Требуется. Ну это нормально. Итак, мы, как бы то ни было... Просто делаем, наверное, еще несколько шагов, и, может быть, опять вернемся к каких-то там... Изоморфизма. Есть ситуация вот множества, о которой мы определили, как вот-вот-вот-вот-вот-вот. Форма воспроизводит себя, как причину предмета. Предмет получает в результате конечный вид. Форма воспроизводит себя, как причину предмета. Как трудистого. Трудистого. Форма является причиной, поскольку она тождественна, и она воспроизводит себя в качестве причины. Получается ситуация... Я могу сказать только так, что это множество. Потому что я не могу сказать пока, что это воспроизведение. Воспроизведение происходит здесь. В ситуации вот-вот-вот. Воспроизведение происходит. Но не осознается, как воспроизведение. Воспроизведение происходит, но не осознается, как воспроизведение. Значит, я не могу сказать что тут форма воспроизводит себя, как причина. Это происходит, но это не осознается. Осознается только вот, 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 вот. Кроме того, что много, в мысли, в форме ничего нет. Вроде как так. А в чем разница с одним тогда? Раньше было то же самое, только с одним, да? То есть, казалось бы, превращение в воспроизведение состояло в том, что форма понимает, на самом деле, что она, ну, она настаивает на самом себе, да, а не просто в одном исчезает. А теперь она, получается, исчезает в множестве. Исчезает во множестве? То есть, сначала она как бы исчезала в одно? Исчезала в одно, в своем результате. Теперь она исчезает во множестве. Раньше исчезала причина. Исчезала в своем результате. Шарик толкает шарик и исчезает в своем результате. Движение второго шарика. Форма делает содержание одним. Потому что содержание действительно становится одним. Форма теряет разницу между собой, как то листом, и предметом, как то листом. Ты знаешь, что форма исчезает в себе, исчезает в своем результате как причина. А теперь форма как причина уже ни за что не исчезает. Она воспроизводит себя как причина. И, видимо, она всегда остается причиной. Но что не осознается, это воспроизведение. Хотя не знаю, не знаю, что осознается и что прячется. Это всегда очень интересно выяснить на самом деле. Ну, вроде бы так, по крайней мере. Что происходит? Происходит то, что форма производит себя как причина. Но само воспроизведение, вроде бы, не осознается. Или осознается как? У меня получилось, вроде бы, не осознается как воспроизведение. Но просто, чтобы оно было именно воспроизведением, должно быть прияснено отношение между вод. Поскольку это отношение между ними не определенное. Ну, в общем, да, действительно. Если не ясен переход, то у кого же воспроизведение? Стало быть, само воспроизведение неясно воспроизведение или оно. Да. Да. Вроде как так. Значит, это остается простое, но новое. Которое выдается в последовательности. Это вот множество, вот-вот-вот, также имеет две стороны, которые можно обнаружить в рефлексии. Если мы возьмем воспроизведение, то в нем можно вычислить, с одной стороны, воспроизведение формы себя. Как форму. Абтракция. Это опять-таки абстракция. Воспроизведение формы себя как форму. Один существенный момент. Когда форма осознает себя именно как форма без предметов, то осознание формы себя есть в то же время переход в другой форме. В которой также есть, не что иной, переход в третьей форме и так далее. Ну, условно в третьей. В другой, в другой, в другой. Ну, условно, просто неправильно говорить в третьей. Переход в другой формы, которая тоже есть, в свою очередь, не что иной, переход в еще одной форме. То есть, что мы имеем? Какую абстракцию мы имеем? Еще раз, мы имеем именно абстракцию, потому что в акте воспроизведения мы берем одну сторону воспроизведения формы себя, без предметов. Тогда, говорю я, осознание формы себя есть, осознание перехода. И мы имеем какую абстракцию? Мы имеем абстракцию чистого перехода, без того, от чего и к чему переход совершается. Мы мысль переход как таковой, чистый переход. Что это за абстракция чистого перехода? Это просто другое обличье, той самой пустой формы, которую мы в самом начале нашли в качестве абстракции. Мышление формы без предмета, в ситуации воспроизведения, в ситуации вот-вот-вот. Мышление формы без предмета дает нам толщество формы и перехода в другую форму. В которой также есть переход в третьей форме, в другой форме, в которой тоже есть переход в другой форме. Мы имеем чистый переход от формы к форме. Или просто чуть-чуть переход. Вот пустое множество, тогда это и есть чистая форма. Это больше похоже на правду. А что такое пустое множество? Значит чистая форма, без предмета. И каждый раз получается, что форма считает не предметы, а считает саму ее себя. Как пустая форма, то есть пустая форма не удерживается. А пустую множество удерживается, конечно, пустую множество. Не, ну каждый раз есть переход в следующем. То есть пусть чистое множество, то есть сначала пустая чистая форма потом. Она удерживается как переход к следующему. Просто понятие форма, да, как бы похоже на понятие некого, условно говоря, местилища. Да, если так можно вообще множество трактовать, как местилище элементов. Эта форма как раз здесь сместилище предмета. Я хотел спросить, получается такая форма? Я прошел не на ней работал, а такой суровый немножко. Значит мы имеем вот ситуацию вот-вот-вот-вот. Каждый раз это отношение тождественной себе формы и конечного предмета. Каждый вот это тождественная себе форма и конечного предмета. Каждый вот совершается, чтобы совершить новый вот. Поэтому мы и говорим, что форма является не вот, а вот-вот. Теперь мы имеем эту ситуацию вот-вот. Мы берем абстракцию, связанную с воспроизведением формы себя. Так как в другой абстракции, то обязано быть воспроизведение формы предметов. На самом деле форма воспроизводит себя вместе с предметом. Форма воспроизводит себя как актуально и одновременно предмет как конечный. Две абстракции, которые здесь напрашиваются. Потому что это воспроизведение формы себя как формы. И воспроизведение формы предмета как предмет. Только воспроизведение формы предмета это же и следствие того, что форма воспроизводит себя. Две стороны одного воспроизведения. Не так, что это два разных воспроизведений. Это два разных акцента одного и того же действия. Можно понимать воспроизведение как воспроизведение предмета А можно это же самое воспроизведение понимать как воспроизведение формы Нету двух Поэтому говорится об абстракции от реального состояния Одно и то же Абстрагируется двумя способами Все совершенно так Значит, когда мы абстрагируем воспроизведение формы себя как формы Мы получаем некую абстракцию чистого перехода Переход, 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 переход Когда мы абстрагируем предмет Мы получаем просто предмет, 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 предмет Предмет никак не связан с ним с собой Если абстракция формы дает нам абстракцию перехода То абстракция предмета Абстракция предмета, который воспроизводится Получается, ситуация множества предметов дает нам безотносительные предметы, которые множество не заставляют. В силу своей безотносительности. А там не один предмет? Почему их много-то? Ну, потому что еще мы делаем абстракцию. Мы делаем абстракцию и ситуация вот-вот-вот. То есть из множества делаем абстракцию. Абстракция формы, говорю я, дает нам вроде-то абстракцию перехода. А если мы смотрим на воспроизведение предмета, воспроизводитель формы и предмет. Кстати, вот-вот-вот, то и другое. Так предмет один и тот же? Ну, в целости. Предмет просто один и тот же. Так же, какие формы одна и та же? Почему предмет-то меняется? Предмет не имеет никакой своей воли. Предмет один, форма одна. Другое дело, что множественность достигает тем способом, что форма совершает действие. И предмет подчиняется этому действию. Конечно же, эти предметы каждый раз не связаны, но, как и с внешней позиции, понятно, что он просто один. Он как был одним, так и остался одним. А то у предмета получится какая-то своя воля, там много предметов. Откуда ни взялись. То есть, может, что вот вы согласны, а то, может, что предметов нет? Мне кажется, не то, что не согласен, мне просто кажется более интуитивно, близкая как бы позиция, что как бы предмет просто один и он каждый раз воспроизводится. То есть, воспроизводится. Воспроизводится, иначе говорят так, вся ситуация в целом воспроизводится. Одновременно все воспроизводится. И предмет, и форма. Только почему предметов много? Они не связаны, но почему их много? Просто один предмет. А каждый предмет может сказать, что он предназначительный? То есть, не имеет связи с этой шапкой. Я, друзья, ковиду к тому, что в ситуации... Про предмет, наверно, нет. Если вы заточьтесь на предмете, то получится просто множество не связанных предметов, то есть теряется само понятие множества и предмет не исчезает. А можно сказать так, если посмотреть на предмет, то множества нет. На предмет тот же самый, он воспроизводится. Тот же ли он самый, не тот же ли он самый, неизвестно. Просто есть какой-то предмет. Много ли их, или он один, неизвестно. Непонятно. Для того, чтобы понять, что такое множество, надо обратить внимание на то, что форма каждый раз совершает некое действие. Форма о своем действии, она точно знает, что оно совершилось. Вы что хотите сказать? Что, когда мы говорим о безотносительности, теряет смысл утверждение, что это много, а не один. То ли много, то ли один, это нельзя нечувствовать. Ничего нельзя сказать про него. То ли он один, то ли их много. Совершенно верно. В сущности, это еще одна ситуация безотносительности в том виде, мы выражаем, что нельзя понять, а то ли один предмет, то ли их много. Собственно, да, и все. Это главное. Именно в этом и выражается. Больше ни в чем. Собственно, мы имеем в том, что пока один дом нет. Но это была, это уже обсуждение той смешной стороны моего метода, моего предложенного метода. С одной стороны, мы у действительного состояния вычленяем, наоборот, сторону, связанную с предметом. Раз вычленяем, конечно, она так не имеет. А потом вычленяем, что в качестве вычлененной она не живет ни секунды. Когда я вычленяю из множества предмет, я говорю, что это множество предметов, но в качестве вычлененной, поскольку он не живет ни секунду и становится безотносителем, я уже не могу сказать, что это множество, что на самом деле это то ли множество, то ли один. Если вообще чужая, как предмет. Здесь такая трудность, что такое непреодолимое. Желаю показать, что все-таки вычленяем из ситуации множество, которые вычлены как множество. Я говорю множество предметов. Я говорю, что я как начало и скажу это. Но будущее вычлененное, этот момент, он сразу потеряет значение множества. Я немножко не уверен в этой первой абстракции, когда чистый переход. Это звучит немножко натянутый переход без того, от чего к чему переходит. Сказать такая абстракция заблубенная. То, что предметы предоставлены сами с собой, там же безотносительно не теряются, это мне более понятно. А вот что сделать с абстракцией формы, может это аккуратнее сделать, может это переход от формы к форме, но без предмета. Нет, нет уверенности в это. Главная абстракция, которая дает движение. Все на сегодня. Абстракция Реклама Продолжение следует...